День Города Ряд ограничений Будет сидеть Вынесли приговор третьему соучастнику убийства бизнесмена Громова На страже дорожников перевели в режим повышенной готовности Телеканал «Город» выиграл 22-ю кнопку и стал муниципальным обязательным общедоступным в Рязани и области Уже совсем скоро на 22-й кнопке в сетях всех кабельных операторов Сегодня в Москве состоялся конкурс по выбору муниципального обязательного общедоступного канала И город этот статус получил Теперь жителям не придется искать нас в разных кабельных сетях И на разных частотах мы всегда и везде будем на 22-й кнопке Благодаря нашему каналу горожане узнают самую актуальную информацию Из выпусков информационных программ День Города и Неделя Города Чтобы соответствовать званию главной городской телевидения В наших выпусках новостей всегда точная, объективная и, самое главное, достоверная информация В Рязанской области смягчили ограничения Соответствующее распоряжение губернатора номер 44 опубликовали в четверг 25 февраля Теперь с заведением общепита, то есть ресторанам, кафе и барам разрешается работать до часу ночи Раньше они закрывались в 23 часа Также кинотеатрам, театрам, циркам разрешается заполнять залы на 50% Раньше допустимым было 30% Спортивные мероприятия смогут посещать 30% зрителей от количества общих мест зала В то же время режим самоизоляции для пожилых рязанцев и людей с хроническими заболеваниями продлен до 14 марта В среду 24 февраля суд огласил приговор в отношении жителя Московской области Признанного виновным в пострекательстве и пособничестве в убийстве рязанского бизнесмена Алексея Громова Убийство произошло рано утром на автодороге между городом Спаск-Рязанский селом Фатьяновка в сентябре 2019 года Бизнесмена Александра Громова расстреляли в собственной машине Чтобы скрыть следы преступления, подсудимые уничтожили идентификационный знак автомобиля, номера кузова и двигателя Приговором Рязанского областного суда житель Московской области признан виновным в подстрекательстве и пособничестве в убийстве по найму В ходе следствия осужденный признал свою вину, а при даче показаний сообщил подробное обстоятельство о совершении данных преступлений Которые способствовали привлечению к ответственности соучастников, установлению доказывания их роли в совершении группового преступления Ранее исполнитель заказного убийства был приговорен судом к 14 годам лишения свободы, а его подельник к 12 Теперь стало известно, какой приговор ожидает третьего соучастника убийства рязанского бизнесмена Суд, с учетом смягчающих этих чащих обстоятельств, назначил виновному по совокупности преступлений, предусмотренных частями 4-й, 5-й, статьи 33-й, пункт УЗ, части 2-й, статьи 105-й, части 2-й, статьи 222-й, части 2-й, статьи 326-й, Головный кодекс Российской Федерации Наказание в виде 11 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год С отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима Исковые требования потерпевшие о возмещении морального вреда суд удовлетворил частично, в размере 900 тысяч рублей Приговор не вступил в законную силу Олеся Катруфская, телекомпания «Город» Исполнили мечту юного рязанца В этом ему помог президент России и региональный МЧС Сейчас расскажем подробнее, как эти факторы сплелились воедино и получилась чудесная новогодняя история Это ты сидел в машине, КамАЗ называется, а это Урал Смотри, какие большие колеса Специально, чтобы по грязи ездить Куда-нибудь в деревню Рост почти с тебя Доступные места, да Почти ростом с тебя Почти ростом с маленького Игоря колеса пожарного автомобиля цистерны Полный привод Но таких, говорят мальчику, можно как по городу проехать, так и по бездорожью И еще одна мечта Игоря сбылась Он прокатился на пожарной машине С мигалками, как ему и хотелось У Игоря с рождения детский церебральный паралич Ему 11 лет, он на самостоятельном обучении во втором классе С детства увлекается пожарными машинами Маме Игоря, Ирине Даже посчитать сложно, сколько у мальчика автомобилей в коллекции Но хоть миниатюр масса, а в настоящей посидеть никогда не удавалось До сегодняшнего дня Было желание посмотреть Во-первых, в настоящую увидеть машину Увидеть внутри, посидеть Прокатиться, конечно, мигалки Ну, как мальчик, да Работа пожарных Ему было очень интересно Удалось это сделать благодаря Елке желаний Это всероссийская новогодняя акция Люди со всей страны присылают желания И их вешают на елку Традиционно первый снимает президент России Нашему полномочному представителю по Центральному федеральному округу Игорю Олеговичу Щеголеву Выпала честь тоже снятия подарок И оказался именно подарок и с пожеланием мальчика Игоря Игорю устроили экскурсию по пожарно-спасательной части номер 2 Он побывал в учебном классе Посмотрел на комнату отдыха И увидел пожарные автомобили Он эмоциональный парень Посидел в пожарной машине Посмотрел наше помещение Где пожарные переодеваются Где отдыхают Спортивную комнату По окончанию экскурсии Игорю подарили точную копию пожарной лестницы На базе ЗИЛ-131 Теперь его коллекция пополнилась Но пополнилась и эмоциональная коллекция От посещения места своей мечты Валерий Седов, Михаил Лазуткин Телекомпания «Город» Дорожные службы перевели в режим повышенной готовности Об этом сообщается в пресс-службе ФКУ УПРДОР Москва-Волгоград В четверг 25 февраля ожидается снег и мокрый снег Ветер порывами до 15-17 метров в секунду Дорожников перевели в режим повышенной готовности Для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами В Рязанской области готовы 30 единиц техники Дежурство на трассах ведется круглосуточно Ситуацию контролируют с помощью системы метео- и видеонаблюдения Водителей же призывают соблюдать ПДД И не создавать препятствий для работы дорожной техники 11-летняя школьница сделала короткий мультик О безопасности дорожного движения И в пластилиновом мультфильме говорится о важных вещах Наша съемочная группа пообщалась с юным мультипликатором Сейчас мы передвинем фигурки поближе к пешеходному переходу И сделаем кадр Один кадр для пластилинового мультфильма готов Еще вспышка появился следующий Вся эта миниатюра, декорация мультфильма – опасное место В нем рассказывается о движении по нерегулируемому пешеходному переходу Сюжет мы выбрали такой, потому что Тысячи школьников ходят через дорогу И там нерегулируемый пешеходный переход Там только знак стоит и зебра, и то не точно Светофора нету И поэтому мы решили так вот сделать Плюс детям более Это мы хотели так детям преподнести Чтобы более понятной им форме в виде мультика А не просто скучного рассказа Анна Храбкова сделала весь ролик сама Декорации делали еще до Нового года Снимали и анимировали весь январь По итогу получился 30-секундный ролик Который по достоинству оценили в ГИБДД Всего за полминуты можно понять Что ситуация, которая возникает на дороге В поседневной жизни может привести К очень серьезным печальным последствиям Таким образом школьница призывает своих сверстников Обратить внимание на важность Соблюдения перехода проезжей части Анна Храбкова получила благодарственное письмо От госавтоинспекции Теперь у нее в планах сделать еще несколько серий Так как в дорожном движении всего три участника Пешеход, водитель, пассажир Осталось сделать еще минимум две серии Про двух других Поэтому сейчас Анна продумывает Будущие сюжеты новых мультфильмов Валерий Седов, Станислав Кудряшов Телекомпания, город Празднование в честь Иверской иконы Божьей Матери Проходит во всех православных храмах России 25 февраля Верующие обращаются в молитве перед святым ликом С просьбой о привлечении благополучия А также избавлений от болезней и душевных ран С Иверской иконой, которую еще называют Превратницей, связано множество чудес Известна одна очень захватывающая легенда о данной иконе В девятом столетии она хранилась в доме у благочестивой вдовы Которая жила в городе Никей Во время правления императора Феофила Иконоборцы были в особенности активными Один раз они вошли в дом вдовы И стали уничтожать священные иконы Солдат сорвал со стены Святую икону И начал топтать по ней ногами После чего проткнул острием копья Неожиданно из святого лика Проступила настоящая кровь На некоторое время солдаты стояли молча в изумлении и растерянности Вдова предложила им забрать свои драгоценности Лишь бы спасти святой лик Забрав украшения, солдаты ушли Но пообещали вернуться завтра, чтобы завершить начатое На рассвете женщина в сопровождении сына Отнесла икону в море В котором лик пробыл два века Известно множество чудес, связанных с Иверской иконой По преданию монахи неоднократно забирали икону в Иверский монастырь Однако она наутро каким-то чудом появлялась всегда на его воротах Отсюда название «Привратница» Наши предки почитали Иверскую икону И обращались к ней с просьбой Избавить от различных бытовых проблем и утешить в беде Кроме того, на Руси считали, что она поможет защитить от пожара Древний список Иверской иконы Пресвятой Богородицы Пребывает в Никольском домовом храме князей Волконских Села Нестерова Петелинского района Рязанской области По преданию, в XIX веке по молитвам перед этим образом Прекратилась эпидемия холеры Когда икону пронесли крестным ходом по селу Икона хранится в этом храме до сих пор Это были все новости на данный момент Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях А на этом я с вами прощаюсь Хорошего вам вечера и спокойных новостей До встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова